Особое мнение на 101FM Потому что, ну вот честно, с одной стороны, вроде бы происходит что-то хорошее Потому что начались какие-то изменения, какие-то движения И все равно что-то результатом их должно быть А с другой стороны, вызывает, конечно, много вопросов и спешка, с которыми происходят эти изменения И, ну не знаю, непроработанность, что ли Наши слушатели, я думаю, уже догадались О чем я, о новой транспортной реформе, которую мы обсуждаем на протяжении последних двух недель И будем обсуждать еще долго, потому что публичные слушания через неделю назначены 11 сентября, в среду в 17.30 И у меня к Марине Сазонтовой сразу вопрос Во-первых, ознакомились ли вы с тем, что предлагается, с теми изменениями, которые предлагаются И пойдете ли вы смотреть, какие изменения в эти изменения внесены? Ну, отслеживать, безусловно, нужно эту ситуацию Но я хотела бы сказать, будучи депутатом двух созывов городской, Кировской городской думы Мне приходилось очень часто обращаться не по своей воле, там, по своим хотелкам А именно по просьбе избирателей То, что ухудшало сообщение И я вот могу назвать и до сих пор Особенно тяжело, предположим, жителям моего микрорайона Это вот машинка так называемая, да, Маштруйзавод, 1 мая Попадать в поликлинику, что детям с малыми детьми, мамочкам, да, что взрослым Это как минимум 5 кварталов, транспорта прямого нет Чтобы дождаться там 90 и подъехать, но с малышом это... А ваша поликлиника где находится в вашем районе? А, они все находятся сейчас на Карлу Маркса Это 47 и там, наверное, 46 По крайней мере, это угловые Вот угол труда и Карла Маркса Ага, я поняла И угол Степана Халтурина и Карла Маркса Они сейчас стали напротив... С Октябрьского проспекта надо к Карлу Марксу добираться Да, и вот добираться или с малышом, или людям в возрасте Когда раньше 46-й ходил от Октябрьского рынка И можно было доехать Изменили маршрут И никто даже не хотел слушать, почему Сначала мне говорили, что вот не из-за тех, кто отвечал Что нужно же как-то довозить работников завода Крин Сейчас из завода Крин не стало Но, тем не менее, 46-й ходит по Карлу Маркса Не заезжая на Октябрьский проспект Он ходил по Розу-Люксембург И вот как раз собирал жителей микрорайона Которые себя плохо чувствуя Могли добраться на этом транспорте в микрорайон Еще было то, что связано с транспортом И то, что не решено И за что мне очень больно У нас возникают постоянно пробки С Октябрьского проспекта Кому нужно повернуть на улицу Лепсе И в тот момент В районе площади и памятника Сергею Мироновичу Да, дело в том, что пробка создается искусственно Ведь культура, будем говорить, пешеходов Она различна Они идут беспрерывной цепочкой И машины вынуждены пропускать Если это он зашел Почему не поставить время на какой-то Не обязательно трехцветный светофор А хотя бы регулирующий Кнопочный Кнопочный, да Какой-то период, чтобы транспорт Мы разгрузили бы те пробки, которые возникают На Октябрьском проспекте Вот поворот на улицу Лепсе Никак не хотят сегодня в городской администрации Этот вопрос решить Это мы сейчас говорим о пешеходном переходе Который через улицу Лепсе В самом ее начале Там возле скверика, собственно говоря Потому что если там побыть Там идет беспрерывный поток пешеходов И мы не хотим решить проблему Которая вот на поверхности лежит Так, ну то есть подождите Перемены назрели И они не только назрели Я говорю конкретно Они по всему городу И они коснутся новой Вот посмотрите Те, кто живет сегодня на Московской улице В промежутке вот улицы Ердякова Они хорошо добираются до железнодорожного вокзала Ну есть девятка, на которой можно доехать А вот если вы приехали на вокзал С какого-то поезда Попробуйте-ка добраться туда Вы должны к девятке идти К детскому миру Чтобы сесть на этот автобус И никто не думает Что, как правило Едут садоводы с грузом Проблемы они должны Почему вот эти вопросы Которые, как вы понимаете Это не только мой район, где я живу Люди обращаются, возмущены Почему сегодня их не слышат Ни нынешние депутаты Почему не слышит администрация А вот захотелось Хотелка Изменить транспортную систему Люди-то говорят, что будет лучше Что транспорт Вы знаете, благие намерения Они всегда в АТВ идут Вот смотрите Есть тоже мусорные реформы Сейчас, которые идут И я уже приводила этот пример Что, по-моему, в 2014 или 2015 году Была разработана Тоже система Утилизации мусора В Кировской области Составлена схема Логистика Где, значит, его будут Собирать этот мусор По всей области Где сортировать Где перерабатывать Деньги были заплачены И что мы видим? У нас до сих пор ничего нет Никакой Ни схемы Куда делась эта игрушка Которую создали И я перехожу к этой вот реформе Если год назад Рязанская там какая-то фирма Тянула и не могла ничего сделать Наняла особо подрядчика Московскую, значит, там НИИ Которую за две недели Сделал За все это Из бюджета города Заплачено Ну вот как было Ну пока не заплачено Но будет 15 миллионов 300 тысяч Ребята, хорошо живем За что заплачено? Схема Ведь сразу вызвала смех Любого Если со старого моста Въезжая в город Поворачивать по улице большевиков Там, как сейчас ее Казанской называют Да там даже в обычное время В эту горку Машины не могут заехать А если представить Там летом невозможно заехать Да там не только летом А если даже по улице Ленина По улице Ленина Та же горка И в осень Вернее, такой вот Период зимний Очень неудобный Да Тоже возникают эти проблемы То как можно оценить работу Специалистов По созданию этой схемы Ну специалисты из Лосковского НИИ Возможно, просто не знали Что у нас налить бывает На дорогах зимой Они, может быть, не только этого не знали Они не представляют Вот железнодорожный вокзал Вчера вот специально даже посмотрела Просто автобусы в очередь Эти троллейбусы выстраиваются Чтобы забрать А если они хотят сделать там Пункт пересадочный Значит, я беру пример следующий Нужно убирать всю эту автостоянку Которая есть Ну конечно Иначе там через каждые 2-3 минуты Якобы автобусы идут подходить Чтобы сделать пересадку Я сейчас не трогаю другие моменты И вот смотрите Как они заботятся Говорят Ну не будет в машинах Вернее, в автобусах В троллейбусах Никакой давки Ну давки большой Не во всех я вижу автобусах Это вот, например, Гринхаус Когда из Кирова выезжают Там плотненько на 46-м, предположим В Коминтерн или еще А в основном То есть в окраины и микрорайоны едут Да, в окраины Но когда они ставят Что можно сделать Пересадочное звено Где-то у старого моста Ну мечтать не вредно Если они хотят сделать У авитека Там достаточно автобусы постоянные Там очень загруженный тоже Вот участок Где для развязки У вокзала тем более И следующий этап Я уже пока беру Пересадка должна быть Вот ты вышел на этой остановке На этой же остановке Не переходя, должен сесть Мечтать-то не вредно Давайте возьмем Ну вот кто еще позволяет И, так сказать, страстно Например, посещает Мероприятия филармонии нашей Они заканчиваются После 9 часов Значит, ты должен Переходить на другую сторону Ехать на железнодорожный вокзал Чтобы потом доехать Например, к танку Где ты живешь Это путь удобный Так сказать, переезжать К рюкам, так сказать Чтобы добраться И еще не факт, что транспорт будет ходить С таким же интервалом Который обещает Через 2-3 минуты Меня поразило Ну ладно, пусть это были депутатские слушания Да, которые состоялись Вот четверг прошлый Но Там не было ни одного автотранспортника И не было не озвучено Вот я люблю экономику Потому что она основа всего Потому что намерение Это одно А экономика Она приземляет И показывает Что сегодня нужно Ощущение, что бюджет Хочет заработать Или сэкономить Я не знаю Или куда-нибудь эти деньги С какой целью Ну вот скажите, пожалуйста Когда нам заявляют о том Что оплата Транспортникам будет производиться Не от количества перевезенных пассажиров А от соблюдения Графика движения Транспортных средств Я хочу спросить А что же будут делать тогда кондукторы Со своей выручкой Они ее соберут Сдадут в общий И потом это будут делить на них на всех Не знаю Я вот, например, не представляю такую схему Скорее всего То есть Автотранспортные предприятия Точно так же будут бороться за выручку Чтобы она у них была И в данном случае каждый кондуктор Чем больше у него пассажиров И у водителя У него выручка Он хорошо заработал Привлек пассажиров Но город может экономить на чем? Они компенсируют часть расходов Транспортных Где провоза льготников Так И если у нас сегодня По льготникам Так сказать Они сколько-то должны вынуждены платить Они теперь будут не платить Не за льготников Тогда так получается А на чем еще можно экономить? А за фактически отработанное время Но Меня вот это очень все смущает Я всегда продолжаю следить Хоть я не депутат Предположим Движение автобуса номер 17 Вот Напротив госпиталя Пока он еще ходит У нас есть электронное табло Подходишь и смотри 17 для меня вот удобный Значит Ого 9 минут Ну я спокойно дохожу до проспекта Я не люблю стоять ждать И только делаю 2-3 шага Вдруг появляется цифра 3 Вот когда в электронном табло Такие скачки И извините Это может быть сбой там еще какой-нибудь Из электричества Или из-за небрежности И просто техника может где-то выходить из строя Это типичная ситуация Кто как будет отслеживать Или например Ты вот смотришь на табло Что автобус Сейчас до него 9 минут Он стоит на этой остановке То есть система сказала бы Что она электронно у нас В совершенстве работает Не подтверждается практикой Вот это мои наблюдения То есть вы думаете Что может быть будут ошибки какие-то По тому как будут считать Кто соблюдает график Во-первых техника это техника Да И не надо уповать Что она так сказать Во все времена Во все сезоны Будет одинаково работать И ничего не будет происходить Ну зимой холодно может быть Поэтому город Да Если они собираются вот экономить И там при соблюдении Штрафовать И не компенсировать Какие-то расходы При графике Да Как на это будут Конечно транспортники Реагировать Не знаю Я люблю просто экономику Транспортники Насколько я слышала Пока не очень довольны Предлагаемыми изменениями Они потому что да Извините Нам никто не сказал Предположим Есть еще одна Экономическая составляющая Достаточно ли у них будет Автобусов Чтобы через каждые 2-3 минуты Прокручивать Так сказать И собирать И доставлять пассажиров Мне кажется что раз сократятся маршруты Автобусу не надо будет ехать через весь город Как говорится нам Что короче станет маршрут Оборачиваемость будет быстрее И соответственно он будет подъезжать быстрее Так за рекой корова полушка Да До рубля перевоз Как говорится Да А есть ведь еще одна очень составляющая Почему-то все очень скромные Когда пытались там Значит сказали Нет-нет Это еще вопрос будущего Ребята Начинайте с цифр А сколько будет стоить проезд Потому что сейчас Благое намерение Что будет бесплатный Пересадочный билет Что ты там В течение 30 или 40 Ну это будут еще О часе О часе Речь идет вроде бы уже не меньше Чем о часе И это повод для чего Повысить стоимость проезда Потому что мы ведь Тратим и так далее Это прямая так сказать зависимость И никто не говорит Сколько будет стоить И нам кто-то уже озвучивают Там из администрации Что это не будет такого резкого И так далее А зачем оно мне вообще Это резкое повышение Если я Достаточно Вот привели ведь Очень интересные цифры Что 56% пассажиров Если уж так потенциальных Они перестали пользоваться Общественным транспортом И только 46% пользуются И то идет тенденция К снижению Мы видим велосипедистов Мы видим Вот если я по аллее Там иду очень часто Люди привыкли уже Часть пути Если это позволяет До часа ходить пешком Потому что сегодня К сожалению Это очень для семьи Накладно Когда доехать Там с пересадками И так далее Поэтому здесь Тот кто может себе позволить На машине ездит Потому что Извините Сейчас тоже есть возможность Это все купить Недорого Но повышение То есть здесь Не надо быть Оракулом Чтобы не предвидеть Что вот такие Так называемые реформы И новые схемы Они неизбежно Приведут к повышению Стоимости проезда Марина Сергеевна Ну делать-то ведь Что-то надо Транспорт у нас В ужасающем состоянии Начала говорить О том Что у нас Некоторые проблемы Вот и транспортные Они Просто Не знаю Нет желания решить Хотя вот потом Уже лепся Это может В какой-то степени Частично Хотя бы Но увеличить Дисциплинировать пассажиров И увеличить Пропускную способность Дороги Да Вот Поэтому Когда мы говорим Об этой новой схеме Ну знаете Можно все очень быстро Вот так наложить Они там спросили В транспортной диспетчерской Значит службе Им там дали данные И так сказать Все наложили Все гладко было на бумаге Да Нельзя таким образом Делать схему Не представляя Ни ландшафт Ни Проходимость даже Этих улиц У нас Ведь улицы Становятся непроездными Потому что Они составлены С двух сторон Машинами Это правда Это правда Марина Сазонтова В нашей студии Первый секретарь Кировского горкома КПРФ Вице-спикер ЗАГС собрания Пятого созыва У нас по регламенту Небольшой полуминутный перерыв И вернемся Продолжаем программу Особое мнение В нашей студии Марина Сазонтова Мы все еще Про транспортную реформу Марина Сергеевна Сейчас в некоторых странах Да В некоторых странах И вообще Есть ограничения По заезду Частного транспорта В центр То есть Определенно Я имею в виду Личного транспорта Вы представляете Какой начнется В Кирове шум Если такое ввести Нет Я говорю Ну здесь не столица У нас не Лондон Каждый ищет свой Но нам ведь правильно сказали Что для других городов Это приемлемо Для других нет Если то Что мы берем Наши улицы Значит транспорт Нужно куда-то ставить Так может быть Смотреть площадки Где эти стоянки Будут удобные Их нет Их нет Все площадки В центре города Давно раскуплены Как нам говорили Уже давно Они не только раскуплены Выкуплены Кем-то Из строителей Еще кого-то То есть там За городом уже Ничего не резервировано Ну мы же вот видим Историю со школой Мне где школу строить В центре города И не только школу Меня поразило Когда я была В городской думе Даже Да Помните У нас Даже жив Анатолий Иванович Дзюба Председатель Кировского горосполкома Я тогда еще работала На телевидении Мы делали сюжет Для центрального телевидения И было принято решение О зеленой зоне Города Кирова Историческое ее части Где нельзя было Строить Никаких высотных домов Но когда пришли Вот новые Руководители города Они почему-то Напрочь забыли И пытались сказать Что даже таких документов нет Я когда вот не знала Анатолий Иванович Когда вернулся в Киров Я его спросила Он говорит Да даже Чарушина жива Секретарь Горосполкома Которая могла Это все подтвердить Вот нельзя Приходя в город Считать Там изобретать велосипед Что ты здесь Новый Так сказать Вот твое видение Оно единственное правильное Нарисовать эту схему Это как нарисовать картинку Не приземлив ее Во-первых Должен быть переговор Со всеми Как кто оценивает Ладно Публичное сейчас вынесено Агентство Ну вот смотрите Да Многие говорят Что вообще на самом деле Ну как бы При всех там вопросах Критики и замечаниях Которые есть Одно можно Как бы поставить В плюс администрации То есть администрация Готова эти вещи обсуждать Депутаты готовы Критиковать Вносить изменения Вроде должны пройти Вот в течение Там этих Нескольких дней Какие-то мероприятия В территориальных управлениях Чтобы люди могли прийти Высказаться Посмотреть Кто не может в интернете Посмотреть И как-то отправить Вот эти сообщения То есть это все есть То есть публичные обсуждения Будут Вот насколько они На ваш взгляд Изменят эту схему То есть действительно Прислушается администрация Каким-то Пожеланиям людей Потому что всем не угодишь Кому-то надо Чтоб туда ходил автобус Кому-то чтоб туда Кому-то чтоб по этой улице Кому-то там Вы знаете Я последний раз была На общественных слушаниях Которые я бы назвала Общественными слушаниями Это когда ставили вопрос Об установлении памятника Николая Второго Его семье Что куда-то тут в город И все сказали На набережную в основном Да, хотите поставьте Вы на своей там территории Пожалуйста Но устояло То есть было услышано Общественное мнение Но там было жарко На этих слушаниях Там было много народу Вот это, пожалуй, было естественное Потому что предыдущее Общественное Когда туда Может быть я жестко скажу Загоняли бюджетников Из детских садов Там где-то учителей Ну в общем Кого только можно По свободной библиотекарей Ну я же знаю всех этих людей Да И так сказать Они бюджетники И высказывать что-то там Против того Что администрация Не каждый решится Они просто статистики Так сказать Были Для статистики Присутствовали И все Коснется ли вот здесь Этой темы Потому что В общем-то Это весь город И в пригород Должен Их очень коснется Придут Они смогут Ли высказать Аргументированно Потому что Я противница Таких знаете Эмоциональных И прочих Прочих Надо очень Я говорю Начиная с экономики Убедитесь Что вы можете Потерять Как транспортники Это оценивают Каким образом Выручка Или что О каких суммах Речь идет И начать с того За что такие денежки Такие огромные Были заплачены Или собираются Их заплатить Потому что Эта сумма Так Ну Сразила Многих За такие Пусть это и Субподрядчик Который будет Делиться с подрядчиком Но тем не менее Очень хочется Но Вот сейчас Выборная кампания Идет И приходится Общаться И у людей Значит да Пойдете ли вы На дополнительный выбор Голосовать Я не о кандидатах Говорю У людей Страшная апатия Вы знаете Вот это посеяли Что-нибудь Все бесполезно Вот они что Хотят Ну Пенсионная реформа Как люди не возмущались Не услышали Не захотели И сейчас уже идут Что ничего она не дает Это пенсионная реформа Точно так же Как по мусорной реформе Люди выходят Пытаются Чтобы быть услышанными Да Результата никакого Но он такой Относительно По крайней мере Там Что-то по тарифам Но не решается Принципиальная Сбор мусора Сортировка И переработка Мы помним Да Вводилось-то все Зачем Не ради того Чтобы кому-то Кому-то прибыль Да Получить Ради того Чтобы экология Улучшилась Но не в целом Поэтому будем Очень надеяться А вы пойдете На слушание На публичное В среду В следующую 11-го В 17-30 По крайней мере Да Я планирую Вы планируете Да Так Мы от этой темы Наверное Должны уже К следующим Переходить Вы сказали Про людей Которые выходят На митинги И у нас есть Такие люди И у нас есть Такие митинги На которые люди Выходят Собственно говоря По-моему Завтра КПРФ Организует Очередной митинг Против Мородыкова Вы кажется Уже народ Собирали По этому поводу И не вы одни Собираете на митинги То есть Собирают и Несистемные Так называемые Оппозиции Представители И общественность Собирает и опрос Председатель Совета старших По домам Валерий Семенищев На прошлой неделе Проводил Специальная Там форма была Для голосования Вы за или вы Против Мородыкова Вот у меня вопрос Марина Сергеевна Есть такое ощущение Что люди Которые сейчас И организуют Вот эти вот мероприятия И выходят на них Не совсем точно понимают Вообще Против чего Они протестуют И даже Валерий Семенищев Это отмечает То есть Люди Которые подходили К ним В точках голосования Вообще не всегда знали Даже о том Что в Мородыково Там что-то собираются Строить И что это будет И прочее Ну вот Не преждевременная Лей эта активность Если мы пока Не видим документации Мы не понимаем Вообще Что собираются Строить И что это предприятие Если будет построено Будет перерабатывать То есть Это не митинг Ради митинга вообще Дорогата Лужка К обеду Вот когда уже Все узнаем Так сказать Именно что узнаем Что завод будет строиться Но как все равно Вот эта дымовая завеса Потому что 50 тысяч тонн Если до этого Может быть там Всего переработано Где-то 7 тысяч тонн Я могу немножко Да От отравляющих Химических веществ То сейчас Это 50 тысяч тонн В год И что это за Субстанция Так сказать Некая будет Да И что там Будет перерабатывать Какие условия Слухом Очень много Так вот Надо ли дожидаться Когда эти слухи Так вот Разбухают Нарождаются И так далее А вы верите Что вот Общественная Эта активность И постоянное движение Вокруг вот этой темы Мородыкова Как-то Росрау Заставят Пересмотреть Свои планы Условно говоря На использование Нашего объекта Или нет Дело в том Что в любом случае Зависит от Массовости Заявлено Вот это Общественное мнение Не те Кто будет Отсеживаться И говорит Что все равно Это как лягушка Которая Знаете так сказать И утопла В этом молоке Если уж там Или в сливках Не знаю А когда человек Пытается заявить Потому что Ну вот наш возраст Мы уже свое Так сказать Прожили и так далее Но здесь нашим детям И внукам И внукам Да Если они здесь будут Видеть Что ничего не меняется Только ситуация Ухудшается То у многих внуки То уже уезжают Отсюда А если она не будет Ухудшаться Ну вот смотрите Современные технологии У меня например Мои знакомые Ну среди моих знакомых Есть люди Которые работают Там например На атомных электростанциях В том числе Там которые Под ведомственной Росрау Они говорят Слушайте у нас С безопасностью Вообще все Отлично Вот когда мы говорим О том что все Отлично Значит я хотела бы сказать Очень хорошие специалисты Когда нам говорили Что можно строить Под советском полигон А полигон был привязан По ошибке там В 500 метрах И о том что там глина Оказался известняк И кого вводили в заблуждение Нас как депутатов В том числе вводили Что специалисты Здесь И когда у нас пришла Экспертиза московская Которая отказалась Что да мы там Что то так И начались Вот идет Я фома неверующая Вот когда мне говорят Один источник Что ну вот Вот чего там Все хорошо Давайте найдем Еще два Три Четыре источника Которые нам будут Гарантировать И пусть это будут Разные мнения Независимые И мало того Что независимые Хотя независимых Сегодня очень мало Потому что Ну значит надо приглашать Сегодня вот И власти И так сказать И тем кто пытается Сделать Марина Сергеевна В связи с этим Я хочу сказать Да Результат вот наших Протестных акций Идет следующее Зюганов Наша фракция КПРФ В Госдуме В сентябре Планируют как раз Провести круглый стол С приглашением Специалистов Очень высокого уровня Чтобы обсудить Потому что там И ШИС Там и Кировская область И Саратовская И где-то Собираются делать Чтобы это стало Предметом Удмуртия И по-моему Да Чтобы это стало Обсуждением Очень основательным Какие-то или группы Рабочие там Или еще Чтобы это можно было Подключить специалистов Это можно было Подключить ученых Которые может быть И теория Есть и практика Как туда Специалисты занимаются И тогда уже подготовить И показать Чтобы это не стало Той очередной Транспортной Вот новой схемой Которую нам Сегодня То есть я правильно понимаю Все-таки задача основная Это не Там сказать Жесткое нет По поводу того Что нет Никакого предприятия Здесь не будет И пусть значит Вот эта Марадыкова Тут стоит пустой И никого там не будет А задача основная И безопасность Это безопасность Само собой Нет Но это не против завода В смысле Это и против завода смерти Как его называют Потому что Завод смерти Это то что как раз Не безопасность А вот если это будет Предприятие Может быть по переработке Наших отходов Которые у нас В Кировской области Да Мусор Который нужно тоже Утилизировать Но не первого Второго класса Опасность Или разных Надо посмотреть Надо посмотреть Что будет более безопасным И то что идет Я вспоминаю Биохимзавод Называю Пантелеева Меня вот до сих пор Это настолько задело Мы рассматривали На заседании Комитета по экологии Законодательном собрании После многочисленных Жалоб О том что запахи Идут невозможно Там 15-14 годы Когда Пантелеев говорил Это старушки Пенсионерки Которым делать нечего Только звонят Им все запахи Мерещутся Вот понимаете Когда такое отношение И присутствовали Достаточно Специалисты Вызывающие Какой-то авторитет И они промолчали Когда по поводу реплик Поэтому я очень Жестко отношусь Надо знать Потому что нам сегодня Надо знать Надо контролировать Надо постоянно Там да Мониторить условно говоря И понять сначала Что это будет Что будет Марина Сазонтова В нашей студии Первый секретарь Кировского горкома КПРФ Вице-спикер Зак собрания Пятого Сазы У нас сейчас Небольшой перерыв И мы вернемся С другими темами Особое мнение На 101FM Марина Сазонтова В нашей студии Первый секретарь Кировского горкома КПРФ Вице-спикер Зак собрания Пятого Сазы Мы продолжаем Вот очередная Марина Сергеевна История родительницы Бросившей ребенка Который по счастью Остался жив Вот фактически Несколько дней назад История Мама вышла на улицу Ребенка оставила Ушла Сказала Что извините Нечем кормить Вот так Вот Недавние случаи Этот ребенок Живой То есть Малыша собрали Там увезли Специальные учреждения Видимо осмотрели Я так понимаю И медики в том числе Да В отношении родительницы Насколько я понимаю Возбуждено уголовное дело За оставление ребенка В опасности Недавние совершенно случаи Там с мамой Которая ребенка убила На филейке Да Зарезала его ножом Находясь в состоянии Алкогольного опьянения Там зимняя история С мамой на дружбе Которая девочку Трехлетнюю оставила Одну на неделю И девочка погибала От голода Все эти дни И там И там И там Ну вот Насчет Нововятска Пока не знаю Там в случае С филейкой И с дружбой Где дети Погибли Соседи были в курсе Что происходит И в общем Ну как бы Я не знаю Были ли они В силах предотвратить У меня вопрос Вообще Что происходит С родителями В наше время И вообще Это только в Кирове Или нет Иногда складывается Ощущение Что здесь аномалия Какая-то Да нет Никакой аномалии Нет И я бы Вот то Что вы сейчас Перечислили И рядом Идет информация О том Что сегодня Каждому Гинекологу Который сможет Убедить женщину Сохранить беременность И родить ребенка По 4 тысячи За каждую сохраненную Ну там не гинекологу Там сотрудники Кризисных центров И я так поняла Что это вот Ну я поняла Что это все-таки врачи Делить как-то Здравоохранение Возможно Да И вот в этом случае Не добрался до нас Пока еще Министр здравоохранения В ему некогда Я хотела бы Сразу сказать Если женщина Осознает Или не осознает То что это произошло По крайней мере Убедить Это ведь не завести Какого-то котенка Там собачку Как вот ребенок Выпрашивает дома Да Что заведите Вот я там Все хорошо будет На каком уровне Как упрашивать Женщину говорить Вот если она Сама не осознает Что может стать Матерью Что она может Содержать этого ребенка Она Каждая принимает решение Наверное Исходя из чего-то Слушайте Ну сегодня она может Содержать А завтра она работу Потеряла И не может содержать У нас получается Вообще профилактика Не ведется какой-то И у нас нет Я так понимаю Никакой возможности Ребенка временно Куда-то поместить Или есть эта возможность Я бы Знаете Мы Наверное у вас Здесь тоже в эфире Выступал Джегор Свалинский Этот настоятель Римского католического Прихода Меня знаете Что поразило По-моему Вот уже 10 лет Он Существует Приют Я бы сказала Для женщин Для тех Молодых Мам Которые Ну вот приехали Девчонки Из районов Случилось так Что они забеременели Но они Хотят Сохранить И католицизм Они как бы Да против всех абортов Там как все религии И им оказывают помощь Там до полутора лет Они могут Оставляя там С малышом Как-то что-то подрабатывать Им помогают Приходят женщины Которые Насилие в семье Да происходит С детьми Чтобы как-то пережить И все И когда Джегор Свалинский Обратился к нашим Православным Так сказать Представителям Да Они сказали Вот Понимаете То есть они сказали Что мы не будем Вместе с католиками Работать Хотя Вопрос Отказались В самом их тоже есть Какие-то вот такие Ну как бы Центры поддержки А вот дело в том Что мы не должны Делить Ведь там никого Не погружают Так сказать Ни в католицизм Ни в какие То есть о конфессиях Речь не идет А вот в данном случае Никто Не крещение Там и так далее А наоборот Сохранение Сохранение Жизни Малышей Да Помочь Им нужно Вести И когда Вот это деление Начинается По разным Конфессиям Вот это уже Так сказать Ошибка Вместо того Чтобы создать Общий центр Помочь Посмотреть Здесь чем Это возникает И если хотят Сохранить Чтобы малыш Родился То конечно Нужно не просто Позволить Родить Но и вести То есть здесь Социальные службы Должны правильно Вы сказали Сегодня Родители Новоиспеченные Бабушки с дедушкой Осознают Что в общем-то Это продолжение Рода И все равно Сердце дрогнет Что это их Внук Там внучка И с другой стороны Когда оказываются Люди Совершенно Неподготовленные Вот она готова Бросить ребенка И оставить Но во-первых Должен тот и психолог Посмотреть Что это было Под влиянием Здравого смысла То есть когда человек В здравом уме находился Или под влиянием Каких-то Помешался Определить Разное Безусловно Вот Я Может быть Жесткой И тему Эту давно веду Когда Ну как сказать Вот это Женщины Которые Сегодня К сожалению Выпадают Уже Из Живущих Будем говорить Какие-то Соблюдая нормы Ну вот Выпивка Сегодня К сожалению Распространено А социальный Образ жизни Это называется Ну пусть Ну пусть А социальным Тут даже И маргинальные Так сказать Они разные Может быть Но женщина Которая Ведь Давайте Физиологию Возьмем Если у мужчин Так сказать Их То что они Привносят Да Свои клетки Они меняются Сперматозоиды Обновляются Да А вот у женщин Как она родилась Девочкой Все яйцеклетки При ней находятся Поэтому Курева Выпивка Все уже Воздействует На эти яйцеклетки Новых не будет Поэтому Ответственность Женщин Гораздо выше Чем За продолжение Рода И за рождение Малыша И ответственность Вот это надо Наверное Объяснять И говорить Поэтому Если уговаривать Женщину Которая ведет Такой асоциальный Образ жизни Как вы говорите Да Чтобы она родила Кого она родит Не Ну бывает Конечно Бывают разные Истории Тут больше Все таки Вот Ну Непосредственно К профилактике Вопрос Ну Ребенок Я уже и начинаю Ребенок Ребенок Тоже родился И вот с ним Такое происходит Оно происходит Почему Потому что Мать Настолько безответственная Ну Разные Тоже бывают Причины Или потому что Не созданы условия Для того чтобы Этого ребенка Куда-то поместить Либо постоянно Либо временно Нет, но раньше, вот насколько я знаю, можно было, и мамы делали как. Она не может содержать там силу, вот я инвалид, например, знаю женщину, да? Она родила вот малыша, и она устроилась работать в этот же детский дом, потому что нянечка, и пусть она видела своего малыша, когда он подрос, уже мог самостоятельно, она его забрала уже домой, потому что у неё там с рукой были проблемы. Должны быть, потому что отдать такого малыша просто в семью, вот в трудной ситуации. Ну, конечно. Это очень сложно. Это же свой ребёнок. Но надо посмотреть и разрабатывать вот такие пункты временно или содержание, как их назвать. Приюты. Приюты должны быть приюты. И сохранить, да. Поэтому когда вот Гжегоша Зволинского, помните, бэби-бокс, чтобы спасти, и на него накинулись, ну, извините. И закрыли в итоге. И это что, лучше находить детей на улице или уже совсем погибшими? Вот как-то люди не осознают одно с другим, не сводят. И ещё. Когда вы говорите вот о соседях, сегодня боязнь всё и вся. Потому что, как правило, это неблагополучная семья, где шум, драки. И сосед, который хотел бы там обеспокоен и кому-то сообщить, нужно ведь назвать себя и так далее. Он говорит, ну да, вот этот сосед потом со мной расправится, или мне что-нибудь сделает, или подожжёт тут там и так далее, и так далее. То есть должна быть пусть анонимная служба. Сообщайте и спокойно проверяйте, всё ли нормально. Ведь первый сигнал тревоги действительно соседи. Они могут слышать и видеть, в каком состоянии это семья. То есть ребята ухоженные, крик, извините, когда ребёнок плачет, это не всегда сигнал того, что семья неблагополучная. Ребёнок может и покапризничать, он может болеть. Да, зубы в конце концов режутся. То, что угодно. Но если по семье видно, что дети гуляют неведомо до каких пор, родители не появляются, а где-то они небрежно, грязные, то, наверное, это уже повод как-то возьмите семью, посмотрите. А нужна какая-то отдельная служба? То есть вот в наших... Да у нас уже столько этих служб. В наших-то условиях чаще всего соседи всё-таки в полицию звонят в такой ситуации. Полиции тоже не всегда есть дело до семейных разборов. Безусловно, если там уже не доходит и... Особенно, что декриминализировано сейчас домашнее насилие. В том-то и дело, да. Поэтому у нас есть социальные службы, должна эта помощь действовать. То есть этот телефон вообще на самом деле, ну вот как мне так кажется, должен висеть вот на билбордах в центре города. Уполномоченный по защите прав ребёнка. Это может быть, я не знаю, там федеральная или ещё какая-то служба, чтобы человек пусть анонимно позвонил, и не то, что там на соседа там наклеветал и так далее, но проверить. Вторая у нас, так сказать, цепочка, звено, это ясельные группы, когда явно видно, что ребёнок не доедает, там небрежно и так далее, и так далее. Детские сады, школы. Вот если мы сегодня, ну у нас школы, как видите, вот от воспитания попытались их увезти, это нужно вводить для того, чтобы защитить детей на всех уровнях. Должна быть отстроена система, говорит Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, если я верно, Марина Сергеевна вас понимает, да? Вице-спикер ЗАГС Собрания Пятого Сазова. Мы на этом завершаемся, к сожалению, у нас время наше истекает. Женские разговоры много. Благодарю, благодарю, спасибо. Всего доброго. До свидания. Особое мнение на 101FM